Во второй этап конкурса вышли 11 учащихся школ района. Свои программы они представили на сцене Центра детского творчества. Победители школьных туров подготовили работы по любимому предмету. Конечно же, рассказали о себе и о планах на будущее. Это не только честь для меня, это, конечно, прежде всего, престиж для всей школы. Это очень престижный конкурс, и участие в нем значительно повышает честь школы. Выполняя условия этого конкурса, участникам пришлось хорошо подготовиться, ведь члены жюри оценивали не только содержание, но и артистизм, и даже качество фонограммы. А вот в экспресс-конкурсе «Наша новая школа» и «Страницы истории» конкурсанты просто удивили отличными знаниями исторических событий и своими взглядами на современные проблемы. Один из вопросов касался поощрения талантливых учеников. Нужно ли поощрять одаренного ученика? Придумайте систему поощрения для ребят, проявивших свои таланты в различных областях деятельности. Я думаю, что наше государство должно поощрять одаренных талантливых учеников. И государство это делает. Оно дает путевки в различные зоны отдыха, в лагеря и тому подобное. Дают грамоты, медали. Поощряют денежно. Отдельно хочется сказать о возрасте участников. На одной сцене рядом находятся и выпускники школы, и учащиеся среднего звена. Самая юная конкурсантка заканчивает пятый класс, но она достойный соперник старшеклассникам. Я немного волновалась, потому что все-таки это честь школы, это очень ответственное мероприятие. И все участники намного старше меня. Большое спасибо моим родителям, моему классному руководителю и моему классу, который пришел меня поддерживать. Победителями отборочного тура стали пять человек. Они примут участие в финальном этапе в конце апреля. А пока своими впечатлениями о конкурсе делятся и члены жюри, и зрители. С каждым разом дети, как-то инициатива у них большая, хорошая. И потом вот те, которые принимают участие, из них будут руководители, это обязательно. И государство, и города, и дальше пойдут. Может кто-то и будет президентом. Вот особенно мальчики хорошо выступают, да, например. Я всегда с удовольствием смотрю, когда выступают дети, и отмечаю, что с каждым годом, ну как бы сказать, дети, развитие у детей более высокое, эмоциональное. Конкурс ученик года – это своеобразная оценка деятельности учителей. Безусловно, школьники, которые принимают участие в конкурсе, талантливые и целеустремленные. Уже в школьном возрасте они занимают активную позицию, это им поможет в дальнейших жизненных этапах. И важно, чтобы они ощущали поддержку не только родителей. А мы где-то в 2007 году, в 2006 году примерно затеялись с этим конкурсом. И он должен был показать то, о чем вы меня сейчас спрашивали. Ведь учитель живет своими учениками. Учительский труд виден, и прежде всего виден в успехах детей. Вот сегодня 11 человек, а за их спинами, пусть мы скажем 11 учителей, но учитывая, что это старшие классы, в каждом день от 8 до 12, 13 и более учителей, это целая группа, целый педагогический коллектив замечательных людей. Потому что такие те может подготовить только толковые первые статьи.